Началась партия с гроссмейстером на ческом Это достаточно известный француз Фресине Счет у нас с ним уже 3-2, к его пользу Нужно постараться снова сравнять Счет в нашем матче Достаточно надежную такую схему поставил Со слоном на G7 Второй вышел на G4 Стабильный здесь перевес у белых, конечно же, есть Но пробить меня здесь будет, думаю, не так уж и просто Сопернику Особых слабостей в позиции нет, за исключением, наверное, черных полей D6 и E7 Но их я тоже постараюсь прикрыть в какой-то момент Допустим, слон F8 сыграть Еще вот у меня есть план конь E8, конь D6 Заставить пешку C двинуться И после этого уже, может быть, разменяю ферзи Соперник тоже к этому готов И на конь D6 готовит просто выигрыш фигуры после C5 Ну, наверное, здесь уже побью С одной стороны, это неправильно, конечно То есть, перехожу в открытую позицию и даю простор для двух слонов соперника Но теперь у меня появляется подрыв центра E5 и 3 на 2 на фланге, которые в Эншпиле могут сказаться Какая-то активность у меня здесь есть Возможно, уже конь на C4 выйдет Заставляю слона, наверное, на C1 пойти Может быть, здесь уже будет какая-то динамика у меня по линиям Ладья D8, например Так, ладья B1 Соперник неторопливо играет Ну и этим воспользоваться пока никак не могу, собственно говоря Отойду пока Ферзь C7 В принципе, Ферзь, наверное, свою роль на B6 уже сыграл Помог мне чем-то И теперь туда отправляется конь Немножко меняю местами расположение своих фигур Хочется, конечно, где-то конь F3 какую-то тактику нанести в будущем Попробую Ферзь E7 поближе подключить Ферзя в район поля H4 или G5 Коня также выставлю в центр Ну и здесь мне не нужно менять Ферзей Потому что в открытой позиции уже слоны соперника будут Гораздо сильнее, чем мои кони Мне нужно где-то рассчитывать на какую-то Подкрутку на королевском фланге в виде конев Ф3 В удобный момент Кстати, B6 здесь еще есть ход Ферзь D4 нету из-за коня в 3 Выигрыш ферзя Ферзь уходит на 3 Это уже более приятно для меня И мне кажется, здесь уже я могу пойти Коня в 3 Такой вот ход сделать Нужно посчитать Конь F3, GF Конь C3 Слон C3, слон C3 Ладья D8, Ферзь D8 Могу пойти, думаю, что нормально Неплохую позицию здесь получаю На первый взгляд Беру, естественно, ферзем Чтобы на А7 пешку не отдавать И уже какой-то статический фактор я создал На королевском фланге Раскрыл позицию соперника Ферзь F6 привязываю к пешке Так, Ладья D8 пока хода нет Играю опять Чтобы этот ход появился Но тут ферзь D7 Тоже неприятность Соперник может бороться за линию D Вполне успешно Или пока берет под прицел Моего слона Но с другой стороны Теперь его слон на C4 выйти не может После хода ферзь C4 Размен Думаю, что здесь позиция уже Абсолютно ничейная Трудно как-то играть на победу Одной из сторон Е4 он провести не может Из-за ферзь F4 И я в свою очередь Тоже ничего такого создать Наверное, здесь не могу Разве что слон Е1 Какая-то идея на F2 Но Большой выгоды от этого Не имею То есть вынужден ходить слоном на A1 Вот соперник начинает Уже активность какую-то Проявлять Слон D4 пока что И на Е5 готовлю Ферзь F5 Допустим, H4 Еще здесь схожу Думаю, этот ход лишним не будет Е5 хода по-прежнему нету Соперника Ну и в таком же выжидательном стиле Я должен здесь играть Кстати, еще Вот G5 интересно Пешки F2-то Я привязался Вынуждаю F5, скорее всего И здесь уже, мне кажется Черные поля Свистят у соперника Он предлагает ничью Почувствовал, наверное Что его позиция Стала не совсем хороша Но за победу Мне здесь также Крайне тяжело бороться Похоже И, наверное, это повторение ходов Да Куча предложений ничьей Было от Грассмейстера Но я вынужден согласиться Продолжение следует...